И тортик обязательно купить, запасаясь к какому-нибудь праздничному дню продуктами, а сладком вспоминаем обязательно. И только Пасха – исключение. К ней и тортик покупной, и любое с любовью дома испеченное хлебобулочное изделие волшебным образом становится куличом. Это, конечно, шутка, но какие могут быть шутки, несмотря на раннее утро? Тесто уже ждет своего звездного часа. Здравствуйте, дорогие друзья! А значит, продолжаем разговор о куличах. Традиция выпекать специальный хлеб издавна основана на символизации в преддверии весны грядущих пассивных работ. Поэтому было принято замешивать дрожжевое кислое тесто, из которого пекли хлеб в надежде на хороший урожай. В итоге активного взаимодействия христианская и языческая культура сплелись, объединив свои традиции и обычаи. Таким образом, кулич издревле считался обрядовым хлебом, символизирующим плодородия и даже судьбу семьи. Существовало поверье, что если кулич получался высоким, пышным и красивым, то впереди хорошее событие, здоровье и удача. Одним куличом, конечно, не ограничивались. Истряпали всегда очень много для семейного стола, для угощения, для подаяния и те, что оставляли до посевной. Действительно, хранили кулич до дня засева, прикрыв салфеткой, например, в Вологодской области. А когда время приходило, принято было отрезать несколько кусочков и положить в семена, чтобы они максимально взошли. В то время верхушку традиционно съедал хозяин, что тоже должно было увеличить урожай. Ну, а что касается уже не таких глубоко исторических экскурсов, а каких-то собственных, возможно, ассоциаций, у каждого из нас наверняка найдется, что рассказать. Кто-то вспомнит о весенних кексах. Они появлялись в советские времена буквально в каждой булочной перед Пасхой. Куличами они тогда не назывались. Ну, а мне, например, вспоминается мой первый неудавшийся сладкий пирог, на долгие годы перечеркнувший все кондитерские желания. Все ошибки, работы над ошибками, неподразумевающие по причине невозможного до сих пор называют куличками. Ну, это лирическое отступление. Надеюсь, здесь все по-настоящему легко, воздушно и празднично. Пасхальный хлеб. Соединить граммов 100 муки и дрожжей. Добавить теплое молоко и еще 100 граммов муки. Оставить при комнатной температуре минут на 20. Потом добавить растопленное сливочное масло, яйцо, соль и сахар. Всыпать оставшуюся муку, замесить тесто, оставить часа на два под пленкой в теплом месте. Далее обмять, разделить на 4 части, одну часть раскатать. Это основа, а три остальных заплести косичкой, поместить в форму, дать постоять. В центр выложить творог, соединенный с яйцами, сухофруктами, сахарной пудрой, цедрой лимона. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов 15 минут. Потом еще при температуре 160 минут 45. Приятного аппетита и щедрого праздничного стола с куличами, творожными пасхами, пирогами и самыми разными хлебно-сладкими выдумками. Все, на сегодня с вами была Жанна Соловьева. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!